Я не знаю как начать сие замечательное видео, поэтому давайте просто скажу всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! Сразу же предупреждаю, что может быть в какой-то момент у меня просто все подорвется и я начну орать, поэтому будьте к этому готовы. Например, сейчас, блядь, какого хуя я захожу, блядь, в час времени по-своему и вижу в лутбоксах вот это, блядь, вот это, листайся ты уже, вот это, это че такое? Это, ладно, смотрите, получается за каждый уровень дается лутбокс, из этого лутбокса падают вот эти замечательные пропуска. Во-первых, я не понимаю, почему запихали именно второй пропуск, потому что могли найти какой-нибудь старый пропуск, который примерно подходит вот под эту тематику и запихали бы его сюда. Почему именно второй, я не знаю, ни первый, ни третий, ни королевский, ни стимпанк, именно этот. А теперь, да, давайте перейдем в топ региона и посмотрим, скажите мне, пожалуйста, вот мы просто смотрим, да, и тысячи медалек у типа на каком уровне, на каком, на 28 месте. Вы прикиньте, да, я не помню реально времена, чтобы у нас столько медалек было куплено. А теперь давайте все посмотрим, к примеру, анаконда, имеется ли у него, либо у нее второй пропуск, не имеется. Дальше ангел, имеется, не имеется. Дальше идем, шоу файтер или ай шоу файтер, тоже второго пропуска нету, потому что если бы они слили до хрена медалек, то сто пудов они бы, ну, до хрена алмазов. То, потому что, к примеру, на минуточку, тысяча медалек, это 20 тысяч алмазов. У пекарши тоже нету, это файлайдер, это олд, скорее всего, у него этот пропуск уже был, но это не точно. Дальше, Солагонова, давайте посмотрим на ее сетик, тоже рагнарек. Дальше идем, сори. О, второй пропуск, первый пропуск, айдишка старенький, может быть, выбил только что, может быть, играл все это время. Но, опять же, играя все это время и не покупая медальки вообще от слова совсем, даже не покупая пропуска, он просто взял и купил. Значит, у него не было. Дальше, Атар, че-то там, не выбил. Ну, и так далее, вы сами можете зайти, посмотреть. Вот, к примеру, этого игрока, я знаю, он не выбил. Дальше, это вообще, вы знаете, кто это? Вот, 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 вы знаете, кто это? Это, это Кронос. Это стример, это тренер Нави. Игрок, по-моему, Нави. Нет, он не играл, он, по-моему, стример и аналитик. Так, прикиньте, да, чел вернулся в игру, задонил 30 тысяч алмазов и не выбил второй пропуск. Мне кажется, он обратно из игры ушел и все, и больше сюда не вернется. Дальше, кого я знаю, Ветерок. Он тоже не выбил. Он потратил 40, ну, допустим, 50-ка алмазов на второй пропуск и тоже ее не выбил. Дальше этих не знаю, он, по-моему, тоже не выбил, если я не ошибаюсь. Вроде да, потому что, ну, вроде бы не выбил. И все. Но зато, если я не ошибаюсь, наш на первом... А, его обогнали. Но обогнали на чуть-чуть. Ну, типа второе место СНГ по медалькам вроде бы занимало только один, либо два раза, если я не ошибаюсь. Но это прикольно. Это круто. Будет очень классная оценочка, потому что топ-100 у нас начинается с 409 медалек. Чуть попозже, сегодня вечером, мы откроем пропуск. Мы прокачаем его и также вместе с Алисой узнаем, сколько медалек я буду покупать. Это очень интересно, поэтому ждите. Видосик вечером будет прям сказка. Что хочу сказать по поводу... Вообще, наверное, я даже название видоса. Потому что... Как это сказать? Вчерашний видос очень хорошо зашел. И честно говоря, я не ожидал такого актива на этом видосе. Но я честно думал, что их не добавили. Потому что админы обещали. Они клялись то, что старые пропуска больше не будут добавлены. Но меня радует тот фактор, что, во-первых, тут проценты выпада 1%. И как бы все. То есть, ну, мне кажется, за этот месяц, ну, человек, может быть, пару тысяч только выбьют эти пропуска. А вот прикол-то в том, что за все время игры, мне кажется, второй пропуск был, ну, у тысячи четырех-пяти. Именно с СНГ региона. Ну, может быть, и меньше выбьют. Все зависит от человека. Вы также прекрасно знаете то, что очень частенько бывает такое то, что... Игрок, который не донатил от слова совсем, он просто берет, покупает свой первый в жизни пропуск, проходит его полностью, открывает первый лутбокс и выбивает набор со второго пропуска. Все может быть. Сказать, что мне обидно? Обидно. Но не сильно. Потому что все-таки это не для всех. Это не для каждого игрока. Потому что, как мы уже видели по топу региона, кому-то падает, кому-то не падает. Так что тут реально уже все зависит от удачи. И, ну, от себя хочу сказать, что вот такая суета, такой движ мне по душе. Потому что очень хорошо разработчики игры забайтили игроков покупать уровни. Еще бы они вернули билборд на стартовый остров. Было бы вообще сказка. И знаете же, что на катках, что в катках там, на бермудах особенно, есть огромные билборды, где рекламные всякие плакаты, либо картиночки самой игры. Вот чтобы на эти билборды поставили, типа, кто топ-1 по медалькам в этой текаточке, топ-2, топ-3 и сет топ-1. Это было бы охрененно. Вот это было бы чудо. И тогда мне бы, вот честно, я бы реально влетел бы в топ-30 региона, чтобы в катках абсолютно все игроки видели, что я топ-1. Ну, соответственно, было бы человек 20-25, которые купили больше медалек, чем я. Но это, мне кажется, будет за весь 10 месяц, катка где-то в 20. А так просто всегда бы... Вебка залагала, да? Уф! Ша! Как она меня бесит! И прикол в том, что я не знаю, из-за чего она залагала. В общем, давайте подведем итоги. Не каждый выбьет наборы со второго пропуска. Не каждому это доноса только задонатить. Даже если он задонит там 20 тысяч алмазов, 30, 50, то не факт, что он ему выпадет. В этом и прикол в итоге. Тут нет фиксированной суммы, за сколько ты получишь эти наборы. И в своем предрасположении это как-то даже интересно. Интересна вот эта сама идея. Но! Я надеюсь, такого больше не будет. И все. Да. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Я думаю, вам понравился этот видосик. Особенно моя реакция в начале. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами стиль.